Дикие пляжи и бескрайнее море. Побережье от Алушты до Судака примечательно тем, что курортная застройка здесь не такая плотная, как на южном побережье. Впрочем, не только дикая природа привлекает сюда многочисленных путешественников. Можно подумать, что меня окружает гора битой черепицы. Это не совсем так. Раннесредневековая керамика, 5-6 век нашей эры. Если повезет, можно найти донышко от амфоры или ручку, например, или горлышко. Подножие мыса Агира – долина гончаров. Амфоры и пифосы, некогда выполненные здесь, бойко расходились по всей Византийской империи. Эти черепки – производственный брак. Сосуды, которые лопнули или разбились, складировали прямо возле мастерских. Вот так вот сегодня выглядят остатки гончарных печей, где обжигали глину. Они вырыты прямо в склоне, что позволяло очень сильно экономить топливо. Следов ухода сейчас на них никаких нет, и они медленно разрушаются. Таких печей было несколько десятков. Масштабы производства впечатляют. По мнению некоторых историков, десятки тысяч изделий в год. Однако с упадком Византийской империи гончарные мастерские постепенно пришли в упадок. Позднее нишу гончаров заняли крестьяне и пастухи. Прямо у основания мыса Агира находится старинный винный подвал. Он не имеет отношения к генойской истории. Он выкопан гораздо позже. Тем не менее, очень жаль, что наши современники используют его как место для складирования мусора. Однако главная достопримечательность этих мест – одинокий остров в цитадели на 100-метровом мысе. Руины Чабан-Куле хорошо просматриваются со всех сторон. Это все, что осталось от генойского замка – крепостная стена, колодец и башня. Никогда она была почти на 5 метров выше. Такое семейство Гуаска за свое недолгое правление прослыли настоящими разбойниками. Они игнорировали требования главного консула в Судаке и грабили крестьян. Однако в период османского завоевания полуострова просто сбежали, бросив замок. С годами он был обжит местным населением и позднее получил название Чабан-Куле – пастушья крепость. За шесть веков цитадель почти полностью разрушена, а бытия феодалов сегодня можно судить лишь косвенно. Интересно, что башня имеет не круглое, овальное сечение. Предполагается, что в ней было четыре этажа, деревянные перекрытия. Но что мы знаем абсолютно точно, что из окон замка братьев Гуаска открывался просто потрясающий вид. Александр Ткачев, Анатолий Агеев. Утро нового дня.